Он посмотрел фильм, затем мы пришли в студию, и он сыграл четыре темы. Четыре были просто в яблочко, потом пятая. Её где-то было пять, шесть, семь версий, прежде чем я сказал это оно. Кажется, это было... Обычно, когда я монтирую сцены с музыкой и прочим, они очень эмоциональны, они действительно выстреливают. Эпизод с Потёмкинской лестницей был сделан, потому что Мэммит отказывался что-либо писать после того, как мы не смогли финансово потянуть погоню на поезде. И я сказал Эрику, менеджеру по локациям, найди мне лестницу. На уме был фильм «Броненосец» Потёмкин. Тот момент с детской коляской, скатывающейся по лестнице посреди стрельбы, я сделал его основным. Сцены вдохновляют композиторов. Хочется затушить звуковые эффекты и использовать их только при необходимости подчеркнуть некоторые моменты. Потому что в определённый момент у тебя 97 наложений, и всё это очень мешает музыке. Крайне редко композиторам удаётся создать нечто музыкальное, что не идёт вразрез с диалогами и с эффектами. У меня в голове построены все эти технические приёмы, и приходится думать. Так, а могу ли я это здесь использовать? Может, лучше попробовать это? Старые добрые приёмы хоррора. Точка съёмки от камеры, слежка за кем-то. Вы знаете мою любовь к охвату. Тут сделаем широкий кадр. Герой подходит к дому. Проходит мимо окна, прячется за фонографом. А зритель... Как же интересно. Я всегда пытаюсь сделать визуальный ряд волнующим. Типично в духе итальяшек. С ножиком на перестрелку. Пошёл вон отсюда, чёртов дагу. Чтобы духу твоего здесь не было. А потом вываливает всю эту череду выстрелов на Шона. Он был зол. В него ещё ни разу не стреляли. Я сказал, ты был Бондом, и тебя ни разу не подстреливали? Нет. Но ему какая-то пыль в глаза попала. Его тут же увезли в больницу, и мне пришлось умолять его вернуться, чтобы сделать ещё один дубль. Он его ненавидел. Мы очень волновались, потому что прогнозы по сборам были плохими. К тому же выходил конкурент в фильм, где Джон Литгоу живёт с каким-то монстром в доме. Все думали, что Гарри Хендерсона будет нечто грандиозное, а мы облажаемся в первую же неделю. Но оказалось, что неприкасаемо один из тех магических фильмов, которые редко случаются в карьере. Гарри Хендерсона